Всем привет с канала Комрат Майор и сегодня у нас новый обзор в рубрике моделирования, давно что-то у нас не было, кстати его, но это ЗСУ-234М Шилка, советская зенитная установка, та модель, которая очень давно должна была оказаться в моей коллекции, но очень уж меня душило жабой отваливать за нее бешеные деньги, но случилось мое день рождения, да, 26 марта, и подарили мне его коллеги по работе, зная мои увлечения. О модели советская зенитная самоходная установка, это ЗСУ, масштаб 1 к 35, варианты декалей на Советский Союз, на Россию, могу ошибиться, не буду говорить, на Демократическую Республику Германию, ГДР и на Вьетнам. Что мы здесь имеем, я читал очень много про эту модель, это Перепак Дрэгона, 389 деталей, почти что 19 сантиметров, изготовлены сентябрь 2020 года. Здесь нам предлагают купить другую продукцию звезды, это Тридцачерверка, это Панцирь и это Шерман. Панцирь, кстати, тоже в коллекцию было бы круто получить. На оборотной стороне у нас историческая справка, что это, кто это, и сборка от какого-то известного моделиста, но тут не подписано. Очень прям привлекает меня всё-таки эта модель, это очень интересная вариация техники, не просто коробка с пушкой, как любой танк, а уже что-то более такое необычное. Открываем, и нас тут встречает инструкция. Давайте сначала посмотрим схему окраски. Это у нас как раз вот из города Балтийск, из Афганистана, из Вьетнамской народной армии, из Венгерской народной армии, а, это был флаг Венгрии там, и из ГДР. Я, наверное, буду делать всё-таки ГДРовскую версию. У меня есть от ГДР МиГ-19, о нет, МиГ-17, и он мне прям нравится. Ну, наверное, вот остановимся на вариации с ГДР. Инструкция. Это стандартная звездовская книжечка, перечисление летников, что здесь, где есть, кто есть. Первым этапом это у нас идут сборка шасси, сборка звёзд, фурнитуры. Далее, сборка наборных траков, это моя боль. Дальше идёт обустройка внешней части корпуса, всякой фурнитуры, дверцы, лючки, фонарики, решётки, и всё прочее. Далее, шансовые инструменты, ещё какие-то дополнительные лючки. Так, и в конце у нас тут идёт также бесконечное количество фурнитуры, люки, крышки, контейнеры. И вот, наверное, одно из самых интересных в этой модели, это как раз такие зенитные орудия, зенитные пулемёты. Спаривать мы их будем вот в такие короба, после чего мы это всё установим в башню ЗСУ. Протянем трос, и, как я понимаю, модель у нас будет после этого готова. Да, это будет последний шаг. Так, по-по-по-по-по-по модели самой. По модели, это как всегда, транспортировочный лист не нужен никому. Это у нас плёнка для люка, канат, варианты декалей. У меня Александра Шабланова. Это флаги, это бортовые номера. Богатая комплектация, вот, кстати, на декале. Так, ходовка. Серый пластик. Серый, обычно всё-таки у звезды зелёного цвета. 2020 год, действительно, вот, смотрим. 2020 год. Так, переходим к обзору литников. Так, значит, прошу прощения за задержку, что-то тут с видео случилось. По литникам два пакета, два больших наполненных пакета. Так, здесь у нас идёт, как я понимаю, башня. Здесь будет установлен пулемёт. Здесь верхний корпус. И все вот эти вот окошечки, бортовые юбки и всё прочее. Пресс-форма, насколько я понимаю, старая, если это дрэгоновский перепак. Но довольно-таки приятно смотрится, даже в 2023 году. Так, это убираем. Я думаю, очень интересно у нас будет наполнение вот этого пакета. Так. Прошу прощения. Так, значит, смотрим. Смотрим и плачем. Два литника наборных траков. Это каждый отгрызть. Это каждый обработать. Это каждый зашкурить. Это каждый приклеить к каждому. Это моя боль. Ну, ничего. Будем собирать. Хотя я больше всего люблю виниловые траки. Которые просто натягиваются на шасси. Так, вижу вторую часть башни, которая как раз поворотный механизм. Вот этот вот так называемый привод горизонтального наведения. Вот это вот знаменитая шиловская тарелка. Радар. Который как раз-таки засекает цель. И ведет ее. Здесь у нас идут два одинаковых литника. Это шасси. Это ведущие звезды. Передающие звезды. Зенитные пулеметы сами. Сами зенитные пулеметы. И тут уже деталей значительно меньше. Как я понимаю, все обилие деталей сконцентрировано именно на литниках с траками. Каких-то проблем в модели я не увидел. Я ее с радостью соберу. Но, наверное, все-таки обзор самой сборки. Сборка на видео я не буду здесь делать. Здесь потому что вон сколько деталей. И я думаю, здесь у меня будет просто паника, истерика и все прочее. Поэтому крайне я рекомендую вам эту модель. Если вы собираете бронетехнику, самолеты. В флоту, конечно, мало она может отнестись. Но, все-таки, прям любителям моделизма, советую, займет достойное место на полке. И украсит любую коллекцию. Собирайте хорошие модели от хороших производителей. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и оставляйте обратную связь. Мы ее ценим и на все отвечаем. С вами был Камрад Майор. Всем пока.